МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как одна порода, и в дальнейшей селекции произошло разделение на эти четыре породы под конкретные виды охот, под нужды охотников. То, как человек удобно охотится, то, как он привык охотиться, и, соответственно, дичь разновидности. Английские сеттеры, они самые неокрупные из всех четырёх видов сеттеров. Они достаточно костистые, невысокие. Вот, имеет крапчатый окрас. Бывают четыре разновидности окрасов, разных, различных оттенков. Это блюбельтоны, чёрно-крапчатые собаки. Вот, как у нас малыш представлен такой. Трёхцветные собаки, чёрно-крапчатый с подпалом, как правильно он называется. И оранжево-крапчатые собаки с оранжевым крапом. Сеттеры – это собаки легавые. Они входят в седьмую группу ФЦИ, в стандарте ФЦИ легавые собаки. Они относятся к категории островных собак, так как были вывезены из Англии, в отличие от континентальных собак. Самый известный заводчик английских сеттеров – Эдвард Лаверак. Он один из основных заводчиков, который популяризировал эту тему. Первоначальные питомники – это в основном были графства, которые разводили собак под себя, под своей охотой. Каждый из них выделял для себя какую-то определённую черту в работе собаки и пытался выстраивать свою линию разведения. Эдвард Лаверак привёз своих собак, трёх собак, и путём близкородственного крещения, эндбридинга, он выводил свою линию. Изначально собаки были очень популярны, очень показывали хорошие результаты в поле, но совсем недолго это продолжалось, так как новых кровей он приливал достаточно редко и пропагандировал, как я уже сказала, близкородственные связи. То эти собаки начали болеть, хереть и, в общем-то, потеряли свой интерес у потенциальных охотников. Каждый заводчик преследовал свои цели. Для кого-то важны были стили работы английского сеттера. Это очень стильные собаки, работающие в поле, то есть со стильной стойкой, как покошайчик радущийся, с интересным ярким окрасом, который заметен в поле, с очень хорошим нравом и обучаемостью. Эти собаки работают челноком, как и многие другие. Есть красные собаки филтрайсовые, есть собаки, более распространенные у нас в стране, с которыми охотятся наши охотники. На данный момент в нашей стране порода английский сеттер, к сожалению, немножко утратила свой интерес у потенциальных охотников, потому что город сейчас основной, но люди, ценящие настоящую охоту с легавой, со стильной работой собаки, с именно интересом охоты, а не самой добычи, конечно, выбирают английского сеттера, потому что это эстетическое удовольствие, это долгие прогулки в том числе с собакой, которая работает азартно, вы работаете с ней в команде, собака всегда смотрит вам в глаза и понимает каждое слово. Работа с английским сеттером – это, конечно, не часовое занятие, это, возможно, и долгие походы в поля с необходимым, конечно, отдыхом, так как собака активно работает, она много тратит энергии, ей нужно отдыхать, многие охотники с собой берут всегда воду, чтобы собака отдохнула, утолила жажду. Эта собака достаточно тонкой душевной организации, она требует к себе обязательного внимания, контакта с человеком, иначе собака будет тосковать, грустить, и закончится все это не очень хорошо. Контактность – самое главное для собаки этой породы. Вообще они очень неприхотливые животные, замечательно переносят дорогу, мы очень много путешествуем, ездим в другие города, даже в Европу, собаки замечательно переносят путешествия, а также очень много спят. Это собаки, которые достаточно много двигаются, устают и много отдыхают, спят. То есть содержание их, если нормальный выгул и нагрузки, не составит никакого труда. Сейчас мы продемонстрируем работу английского сеттера. То, как собака ищет птицу, двигается челноком, становится стойком, мы подходим к собаке, и у нас должна взлететь птичка. То есть собака должна отработать птицу. Давай, вперед. Аккуратно. Мы двигаемся с собакой челноком. Вперед. Собака развернулась, она уловила запах, перешла с галопа и начинает причуивать птицу. Ищи, 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 ищи. То есть темп работы замедляется, собака начинает аккуратнее работать, разворачивается на ветер. Да, птичка. Птичка. Вот это у нас девочка молодая английского сеттера. Ей чуть больше года. Оранжево-крапчатого окраса. Немножко по анатомии английского сеттера. Начнем с головы. Голова у этих собачек должна быть параллельных линий. Череп и морда. На высокой, достаточно длинной шее. Также важны для английского сеттера плечо и грудная клетка. Достаточно широкая. Это очень важно для движений. Стой. Корпус достаточно растянутый и невысокого роста собака. Чтобы движения оставались эффективными. Ну и перо. Это руль собаки, который помогает ей маневрировать во время ее движений. На поворотах, а также в стойке. Вот. Уборный волос. Не очень длинный у этой собаки. Такая собака молодая и сильно обленяла. После сезона репи также сделали свое дело. Единственный недостаток – это то, что цепляется очень к нему хорошо всякий репейник. Вот. Это можно вычесывать щетками специальными, которые не всегда помогают и много выдергивают. Шерсти красивой. Это можно избежать, используя вот такой вот легкий, в данном случае, комбинезон из москитной сетки, который не создает никаких затруднений в движении собаки, хорошо вентилируется, а также он защищает частично от клещей и других насекомых, которые тоже могут навредить собаке. Он легко надевается, легко стирается. Мы можем это продемонстрировать сейчас. Стой. Стой. Кто там? Садись. Давай лапку. Сидеть. Совершенно не сковывает движение собаки. Она может спокойно с ним двигаться. Не создает шороха. Что это? Давай вперед. Содержание малыша – это, конечно, намного хлопотнее, чем содержание взрослой собаки. Но это так же, как и с детьми. Они требуют много внимания, много игрушек, много дополнительных витаминов. Обязательно в добавку к основному корму, как сухому, так и натуральному, это творог. Так как малыш растет, необходим кальций для нормального развития и суставов, и всех костей в том числе. То есть творог необходим чередовать чуть ли не каждый день, через день, пока собачка растет. Вот. Как я уже сказала раньше, это может быть как сухой корм, так и натуральная пища. Содержание английского сеттера малыша – очень ответственное, но увлекательное занятие. Это настоящий ребенок. Как все малыши, очень много проказ, очень много активных действий. Зубы растут, нужно все кусать, везде бегать. Но, в принципе, начиная с трехмесячного, с трехмесячного возраста, можно начинать обучать тому, как себя правильно нужно вести. Во всех действиях должна быть последовательность. То есть собачка должна понимать точно, что от нее хотят. То есть все любые команды должны выполняться по несколько раз. И обязательно после них должно быть поощрение какое-нибудь. Либо лакомство, либо какой-то контакт с хозяином. С трехмесячного возраста можно смело начинать обучать собачку тому, где можно гадить, где нельзя. Приучать к туалету, к своему месту спокойно, к тому, что не нужно делать дома, что нельзя грызть. Опять-таки, это должны быть какие-то последовательные действия. Поощрение, ласка, наказание. Ну, в пределах разумного. И собака должна понимать, кто в доме главный. То есть никогда нельзя допускать того, чтобы собака ощущала себя полноценным вожаком стаи. Потому что, живя в семье, это, конечно, образно для нее стая, ее семья. И во главе ее должен быть человек. Ближе к году собаке можно, даже, может быть, чуточку раньше, начинать показывать птичку. Смотреть, как она реагирует на это. Давать какие-нибудь команды. Пятать крылышко. Даже выводить в поле, показывать птичку. Но это не должно сопровождаться никакими резкими наказаниями, дерганиями. То есть собаке должно быть нравиться это. Чтобы не отбить у нее желание, в принципе, охотиться. Так как английский сеттер – это очень эмоциональная собачка, ранимая достаточно. Они очень обидчивые. Поэтому собаки... Известно всего четыре разновидности сеттеров. Это ирландский сеттер, ирландский красно-белый сеттер, сеттер-кордон, шотландский сеттер. И английский сеттер, с которыми мы сегодня познакомимся и посмотрим на наших замечательных собачек. В принципе, эти собаки изначально выводились как одна порода. И в дальнейшей селекции произошло разделение на эти четыре породы под конкретные виды охот, под нужды охотников. То, как человек удобно охотится, то, как он привык охотиться. И, соответственно, дичь разновидности. Английские сеттеры – они самые неокрупные из всех четырёх видов сеттеров. Они достаточно костистые, невысокие. Имеют крапчатый окрас. Бывают четыре разновидности окрасов, различных оттенков. Это блюбельтоны, чёрно-крапчатые собаки. Вот как у нас малыш представлен такой. Трёхцветные собаки. Чёрно-крапчатый с подпалом, как правильно он называется. И оранжево-крапчатые собаки с оранжевым крапом. Сеттеры – это собаки легавые. Они входят в седьмую группу ФЦИ. В стандарте ФЦИ легавые собаки. Они относятся к категории островных собак, так как были вывезены из Англии, в отличие от континентальных собак. Самый известный заводчик английских сеттеров – Эдвард Лаверак. Он один из основных заводчиков, который популяризировал эту тему. Первоначальные питомники. Известно всего четыре разновидности сеттеров. Это ирландский сеттер, ирландский красно-белый сеттер, сеттер гордон, шотландский сеттер, и английский сеттер, с которыми мы сегодня познакомимся и посмотрим на наших замечательных собачек. В принципе, эти собаки изначально выводились как одна порода, и в дальнейшей селекции произошло разделение на эти четыре породы под конкретные виды охот, под нужды охотников, то, как человек удобно охотится, то, как он привык охотиться, и, соответственно, дичь разновидности. Английские сеттеры – они самые неокрупные из всех четырёх видов сеттеров. Они достаточно костистые, невысокие, имеют крапчатый окрас. Бывают четыре разновидности окрасов, различных оттенков – это блюбельтоны, чёрно-крапчатые собаки, вот как у нас малыш представлен такой, трёхцветные собаки, чёрно-крапчатый с подпалом, как правильно он называется, и оранжево-крапчатые собаки с оранжевым крапом. Сеттеры – это собаки-легавые. Они входят в седьмую группу ФЦИ, в стандарте ФЦИ – легавые собаки. Они относятся к категории островных собак, так как были вывезены из Англии, в отличие от континентальных собак. Самый известный заводчик английских сеттеров – Эддвард Лаверак. Он один из основных заводчиков, который популяризировал эту тему. Первоначальные питомники – это в основном были графства, которые разводили собак под себя, под своей охотой. Каждый из них выделял для себя какую-то определенную черту в работе собаки и пытался выстраивать свою линию разведения. Эдвард Лаверак привёз своих собак, трёх собак, путём близкородства. Может быть, из-за этого, может быть, ещё из-за чего-то. То есть он неактивно атакует куропаток, и, соответственно, мы ничего не поймали. Ну, собака всё сделала правильно, чуть-чуть, конечно, поранула первый раз, но потом, в принципе, дождалась, всё подняла, всё отработало. То есть куропатки можно было бы подходить к собаке и стрелять. То есть если бы были бы с ружьём, то мы бы добыли что-то. А нам с ружьём неинтересно. Да, нам нужно спиться, чтобы поймал. Соответственно, собаки 5 с минусом, с около 2. Да, вон. Да, вон. Стой! Чиська, там, там! Да. А я чё, виноват в том, что ты так сделал? Чтоб собака не реагировала на хищную птицу, хищную птицу надо приучать, в принципе, к собаке, а собаку надо приучать к хищной птице. То есть если соколу начинают обучать, или собаку начинают обучать охотиться, ей дают возможность охотиться, ну, то есть видеть при обноске, при учении, при натаске, что он реагирует так на шапочку. При натаске собаки, то есть присутствует в этой натаске, и в натаске, например, сокола на дичь, присутствует собака почти выше. Так как собака понимает, что сокол – это напарник, то есть они добыча, а сокол понимает, что собака поднимает под неё, под птицу, добычу, то они, в принципе, срабатываются и начинают вместе работать. То есть бывает даже сокола или собаки ориентируются больше на друг друга, чем на хозяина. То есть когда собака видит, что сокол подошёл в позицию и может атаковать, она может без команды хозяина поднять птицу на крыло, чтобы сокол удачно атаковал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы, наверное, прошли, или она вернулась на это поле. Ну вот собака её отработала, ястреба пустили, но всё далеко, поэтому шансов, я думаю, процентов 20 в ястребу, что он её поймает. Соответственно, куропатка улетела целиком, то есть не пострадав от ястреба. То есть если бы мы подошли поближе к ястребу? Ну да, если бы мы смогли успеть подойти и как бы всё-таки спугнуть её чуть поближе, чтобы собака отработала поближе, то, конечно, был бы шанс, может быть. Ну, тоже навряд ли, потому что куропатка сейчас всё-таки взрослая, уже для ястреба тяжеловата уже такая добыча, а ястреб молодой. Соответственно, ему поймать куропатку не так легко. Ну, а как вели себя собаки, что ты скажешь? Ну, собака молодец, отследила, в принципе. Бегущую куропатку, я думаю, что она бежала, то есть за ветром отработала, то есть и на 10 метров, конечно же, то есть он напирал, конечно, пёс на неё, ну и в 10 метрах она не дала ей уже, то есть залетела. Куропатка потому, что уже как бы не выдержала собаку напора. Ну, так, в принципе, нормально. Лучше бы, конечно, чтобы она становилась и не напирал, но я думаю, что она бежала, и поэтому он пытался дальше напирать на неё, потому что терял запах и двигался за ней. То есть терял запах, двигался, терял запах, двигался. Соответственно, куропатка вышла на более лысое место, увидела собаку и улетела. Ценится у английских сатыров всё-таки, у рабочих английских сатыров более такая жёсткая шерсть, осевая, то есть шерсть, которая плохо прилипает к репешке, колючке, то есть это длинная жёсткая шерсть, не пуховая шерсть, а осевая. Соответственно, у такой собаки много хватит. У такой собаки намного меньше будет трепешков и колючек собираться, и владельцу, соответственно, намного легче будет её убирать. Ну, смотрю на птицу, вообще он не реагирует никак, да? Ну, он приученный, да. Сейчас я его сниму. Сокол, чтобы не трогать. Сиди. Стой. То есть он к соколу приученный не трогает его, потому что знает, что это ружьё. То есть, чего на ружьё реагировать? Они с детства вместе. Крепкое телосложение, крепкий костяк, то есть, соответственно, хорошая голова. Чуть-чуть вот небольшой есть подвес на шее, но, в принципе, это допустимо для такой крупной собаки. С хорошей шерстью, которая, то есть, на охоте, в принципе, практически не путается и колючками не обрастает. То есть, эту собаку можно смело использовать не просто на шоу, то есть, он может и как шоу собака быть, если его не использовать на охоту, но можно использовать и спокойно на охоте, то есть, и он ничуть шест, и у него не пострадает. В работе они единственные из легавых, я считаю, которые, в принципе, могут не уступить поинтеру по скорости поиска, то есть, и по верности. То есть, все остальные сатера, это шотландский, ирландский, они все-таки уступают поинтеру по рабочим качествам, по скорости, по работе, ну, то есть, как собака работает, как, какой у них дальность щутья, то есть, шотландцы, они медленные, не быстрые собаки, но они и сделаны были медленной собакой, то есть, эта собака использовалась для поиска по лесу, то есть, по пересеченной местности, не в открытых местах. Ирландский сатер, я не знаю, как в Европе, но у нас, конечно же, этих сатеров все-таки сильно испортили. Интеллект у каждой собаки разный, конечно, англичане, они более понятливые, все-таки, собаки, то есть, их выводили, как собака-компаньон, помимо охотничьей, вот, поэтому все-таки интеллект, конечно, у них, ну, разный все равно, то есть, они, какие-то собаки есть очень умные, смышленые, которые с первого раза все хватают, а есть собаки, которые, конечно, бывают и дураки. Все люди приобретают охотничьих собак, английских сатеров, с целью охоты на птиц. Например, я купила свою первую собаку, посмотрев фильм «Белый бим» «Черное ухо». Он вызвал море эмоций у меня. С детства я пересматривала несколько раз эти фильмы и каждый раз плакала. Я думаю, что таких людей очень много. И, наконец, я когда, когда я приобрела эту собаку, я открыла для себя новый мир. Именно английский сеттер привел меня в охоту. Когда моя собака, моя первая собака, показала мне, что жизнь для нее это охота на птицу, эти стойки, это эмоции, мне ничего ни другого не оставалось, как приобрести ружье. И начали мы с ней вместе этим заниматься. Мы много ездим с собаками, мой ребенок, муж. Мы все путешествуем и занимаемся этим занятием, охотой, вместе. И получаем большое удовольствие. Каждые выходные мы никогда не ломаем голову о том, чем нам заняться в субботу, в воскресенье. Мы всегда знаем, что у нас животные, и нам очень интересно выезжать и вместе проводить время. Размышляя о будущем своего ребенка, я уверена, что его никогда не коснется такая проблема, чем занять себя. То есть, досуг у ребенка будет абсолютно занят приятными и полезными вещами. Все последние путешествия нашей семьи связаны исключительно с собаками. В прошлом году мы посетили Швейцарию, Женеву. Мы были на чемпионате Европы с собаками. Благодаря собакам я познакомилась с очень интересными людьми, также болеющими и занимающимися этой породой. Эти люди живут не только в России, живут также в Европе, имея большие питомники, большие угодья, где занимаются своими собаками, охотятся. Они к нам также с радостью приезжают в Россию, оценивают наше поголовье. Вместе мы составляем пары, племенной ядро собак, улучшаем породу, пытаемся сделать ее более правильной, красивой, работоспособной, внешне привлекательной для всех людей. В общем, стараемся, чтобы собаки наши были на уровне здоровыми, красивыми, радовали глаз как дома, так и в поле. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова